Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и я продолжаю разбираться с шестой цивилизацией. Если вы не смотрели моё первое видео, которое вышло более месяца назад, то вначале рекомендую ознакомиться с ним. Ссылка появляется в верхнем правом углу, ну и либо в описании найдите её. Кроме того, напоминаю, что вся актуальная информация собирается на моём сайте leseigraet.ru Как только что-то новое узнаётся по поводу шестой цивы, это появляется на сайте. Так что если вы хотите прям чуть ли не в рилтайме следить за новостями о шестой циве, то рекомендую добавить сайт в закладки. Там же мы с моими помощниками постоянно переводим что-то новое, делаем таблицы, и я буду постоянно ссылаться именно на сайт. Итак, что появилось новое? Во-первых, из видеоразработчиков собрали дерево технологий и дерево цивиков. Напомню, теперь культура играет такую же роль, как и наука. То есть есть два отдельных деревоисследований. Отдельно для технологий, где вы открываете технологии, используя очки науки. И дерево цивиков, где вы открываете те же технологии какие-то, ну, видимо, я неправильно должен, не должен сейчас это называть технологиями, но открываете какие-то культурные улучшения, именно используя культуру. Я считаю это очень классно, что наконец-то в цивилизации очки культуры, и вообще, в принципе, культура стала таким важным фактором, потому что раньше, собственно, в основном только на захват клеток и на принятие очень редко за всю игру всяких социальных политик культуры использовалось. Теперь же действительно будет важно не забивать на культуру, а, видимо, и развивать ее параллельно с наукой. Потому что все эти дерево технологий цивиков, они между собой перемешаны и дополняют друг друга. Так, например, Великая Библиотека теперь в дереве цивиков. Называется технология Recorded History. Чтобы до нее дойти, надо, я вижу, раз, два, три, четыре, пять, ну, примерно шесть других культурных технологий открыть, или семь даже. Но при этом чудо Великая Библиотека улучшает, убыстряет открытие технологий именно. Она теперь не бесплатную технологию дает, а убыстряет открытие технологий в античности, и в классической эре. И будет вообще интересно. Видимо, будет теперь три вида игры. Либо сбалансированная культурно-научная, либо кто-то будет только на науку делать упор, либо кто-то на культуру. И вот как это будет взаимодействовать? То есть еще один пласт такой стратегии появляется. Мне в комментариях писали, что, мол, несмотря на то, что технологии вот так разделены на два дерева, их, в общем-то, стало больше, примерно процентов на 40 по сравнению с пятой цивой. Но так как они будут открываться параллельно, то на самом деле их меньше или хотя бы столько же. То есть никакого увеличения не стало. Ну, мне сложно по этому поводу спорить, потому что будет понятно только в самой игре. Когда мы несколько игр сыграем, тогда и станет понятно, насколько скорость открытия и количество технологий изменилось по сравнению с пятой. И по поводу, кстати, скорости открытия, вот тут я уверен, что будет все намного быстрее. Даже несмотря на быструю скорость, на нормальную. То есть если нам придется сравнивать одинаковые скорости в пятой и в шестой цивилизации, то тут технический прогресс, по-моему, будет быстрее. Потому что есть вот те самые эврики и вдохновения, которые убыстряют открытие технологий. Поэтому мне кажется, что игра станет динамичнее. Но опять же, только когда мы сами поиграем, это будет понятно. Чтобы подробнее разобраться в технологиях и цивиках, я вас опять же отправляю на мой сайт. Там можно не только сами деревья внимательно рассмотреть, но и посмотреть таблицы. То есть мы все эти технологии вынесли в таблицы, перевели как умели, и вы можете теперь получше с этим разобраться. Я же тут не буду тратить время на все это дело. Перейду к следующим нововведениям. Так стали известны условия победы. Я уже говорил в прошлом видео, что всего пять вариантов, но теперь подробности стали известны. Итак, для военной победы надо опять же захватить столицы каждого соперника. Ничего не изменилось по сравнению с пятой. Научная победа стала интереснее. Надо выполнить три условия. Запустить спутник, высадиться на Луне и основать колонию на Марсе. Не знаю, обязательно ли в таком порядке или в любом, но в любом случае это интереснее, по-моему, чем просто строить ракету, которая фиг знает, куда улетает и почему это считается научной победой. Тут все-таки действительно посолиднее. Культурная победа, опять же, типа туристической, но изменилась в сравнении с пятой. Вы должны привлечь больше приезжих туристов, чем любая другая цивилизация будет иметь внутренних туристов у себя дома. То есть я так понимаю, что мы теперь туризмом против туризма боремся, а не туризмом против культуры. Культура у нас теперь влияет на открытие цивиков, а вот туризмом мы будем пытаться достичь культурной победы. И теперь явно нельзя будет всем остальным на туризм просто забить, если ты не хочешь выиграть культуру, потому что иначе ты можешь проиграть вот эту гонку. Тебе как минимум надо развивать внутренний туризм. Религиозная примерно похожа на военную. Тебе надо переформатировать под свою религию больше, чем 50% городов во всех цивилизациях. То есть не 50% городов на планете, вы поймите, да? А именно 50%, больше, чем 50% каждой цивилизации. То есть, грубо говоря, если у вас там в игре 6 наций и у каждой по 5 городов, то в каждой нации 3 города должно быть в вашей религии, чтобы вы победили религиозно. Мне кажется, сложноватая задача, особенно в мультиплеере, в сетевой игре. Очень я сомневаюсь, что это будут частые победы, но тем не менее она вот такая есть. Ну и, наконец, последний, пятый вариант победы по очкам. Просто у кого к концу игры, то есть после 500 ходов на обычной скорости будет больше всего очков, тот и победил. Интересные подробности по поводу передвижения юнитов и их апгрейда. Во-первых, у юнитов теперь правильно считаются очки перемещения, и вы не сможете, как в пятой циве, на последнем ходу встать на холм. То есть, вот холм требует двух очков перемещения. Если у вашего юнита, собственно, есть два очка перемещения, то он может сразу встать на холм. Но если он уже переместился на равнину, например, да, потерял одну очку перемещения, и у него осталось одно очко перемещения, то он уже на холм не сможет встать. То есть мы решаем вот эти проблемы из пятой цивы, когда быстрые раши происходили, все игроки пытались последним ходом там на холм становиться, чтобы, ну, и больше защиты было, и дальше видно было, да, ну, или там на лес становиться опять же ради защиты. То теперь вот этого не будет. Не хватает очков перемещения, будь добр, по лужку погуляй там, да, побегай голыми пяточками, или в другое какое место иди, будь добр. Собственно, то, что уже давно было реализовано во всех других пошаговых стратегиях, наконец-то и до шестой цивы дошло. Также интересно с апгрейдами юнитов происходит. Если вы набрали определенное число опыта, у вас есть апп. Так вот, теперь исчезла возможность лечения юнита. Точнее, даже не исчезла, а интегрировалась в апгрейд. Апгрейд, то есть, например, ваш там дуболом набрал достаточно экспы, вы выбираете либо на равнину его проапгрейдить, либо на пересеченную местность, и когда вы его апгрейдите, он при этом еще и лечится. Но теряет ход. Это важно понимать теперь. Тоже очень классная идея. В том плане, помните, в пятой циве вы всегда в сетевых играх воевали, специально сохраняли эти апгрейды на лечение, чтобы там человек вас обстреливал, но у вас лечилки сохранены, вы полечились и еще ходить даже можете. Нет. Теперь, во-первых, вы должны будете сразу апгрейдиться, и при этом лечения у вас не будет. То есть, у вас интегрировано он в апгрейд, и при этом еще юнит теряет ход. То есть, будет сложно сейчас подставлять юниты с экономленными лечилками. Ну, все правильно, все правильно. Это для тактики намного более лучше, чем то, что мы имеем сейчас в пятой циве. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS — международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте карту интересующего вас города. Под любую платформу 2GIS, если быть точным. Ну и раз заговорили о юнитах, то еще появилась информация о великих людях. Опять же, отправляю вас подробности читать на странице на моем сайте про великих людей. Так, могу сказать просто, что система великих людей теперь очень похожа на подобную из игры Colonization. Sid Meier's Colonization. Вы опять же копите очки великих людей, но великие люди для всех одинаковые. Есть список великих людей, и все могут из этого списка покупать за очки великих людей того, кто им нужен. То есть это чем-то похоже больше на покупку героев из Endless Legend. Правда, там только за деньги, а тут именно все-таки надо накопить очки великих людей. И это очень классно в том плане, что вы теперь не можете там набить отдельно генерала. Вам придется вообще выбирать, как развиваться. Кроме того, вы за этих великих людей со всеми спорите. То есть, я уверен, будет такая стратегия, что кто-то будет играть чисто через великих людей, да. У кого-то будет меньше в этом плане очков. Он немножко так забьет на великих людей. То есть, тоже будут разные стратегии. И важно, что все видят, какие великие люди есть. То есть, можно будет опять сказать, ага, вот кто-то купил вот этого великого человека, там надо опасаться. Ну и кроме того, при принятии патронажа вы сможете покупать великих людей за веру, за золото. Пока подробностей я точно не знаю, но возможность и за золото, и за веру покупать есть. При этом интересна, опять же, механика. Эта покупка взаимосвязана с очками великих людей. Собственно, чем больше вы очков великих людей уже набрали, тем дешевле для вас будет покупка за золото или за веру. Тоже, в принципе, логично. Ну и разные великие люди дают разные бонусы. У них нету такого вот, как в пятой цивилин, например, ученый. Он либо, его можно в академию посадить, либо он даст, там, ускорение к науке. Вот, например, могу зачитать, что среди великих ученых. Так, например, Евклид запускает Эврику для математики и для одной случайной средневековой технологии. То есть, в данном случае, действительно, ускорение науки. Амар Хайям запускает две Эврики у случайных технологий и одно вдохновение у случайного цивика в средневековье или ренессансе. Кроме того, генералы теперь у вас тоже не работают постоянно. У них активная способность работает только в течение двух эр. Так, например, Ганнибал Барка дает бонусы для античных и средневековых юнитов. Прошло средневековье, все, Ганнибал Барка уже устарел. Тоже отличная идея, чтобы не копили этих генералов, чтобы этот генерал у вас через всю игру не проходил. По-моему, замечательно, чтобы великих людей использовали именно в тот момент, когда они появляются. Или вот, например, пророки. Да, пророки все еще основывают религию. Но для их получения нужны очки этих самых великих людей, великих пророков, а не очки веры, как раньше. И опять же, великие пророки среди прочих великих людей в такой же конкуренции находятся. И, кстати, если куплен, например, великий пророк, то для следующего великого пророка, для всех, очков уже надо больше. Ну и, кстати, если я уже загорел про великих пророков, надо и религию отметить. Опять же, таблицы всех верований основателя, пантеонов и прочего-прочего на сайте смотрите. Там уже многое есть. Во многом религия осталась такой же, как и в Пятой Циве. Но, опять же, повторю, что для появления великого пророка нужны не очки веры, а очки великих людей. Кроме того, основать религию можно только в религиозном районе. Тут пока не очень понятно, требуется ли он для постройки. Я так понимаю, если религия основывается только в религиозном районе, то для религии этот район надо построить обязательно. Ну и пророк теперь появляется именно там, а не в центре города. Кроме того, пантеон у вас, ваш пантеон у вас остается всегда. Бонусы от него у вас будут работать всегда, даже если город был конвертирован в чужую религию. Тут не очень понятно, начинает ли тогда чужой пантеон работать еще при этом. Но, похоже, именно пантеоны не будут передаваться. Кроме того, здания религиозные отделены. То есть, как и в пятой циве, вы принимаете верование основателей, два верования последователей и верование укреплений. Но плюс к этому вы еще и выбираете религиозное здание. То есть, у вас как бы, я так понял, пять бонусов от религии будет. Ну а распространение осталось прежним, через давление. То есть, как и в пятой циве. Интересно, что название городов теперь не фиксировано. Да, столица будет как бы всегда одинакова. Но вот второй, третий, четвертый город, там названия для разных стран в каждой игре будут варьироваться. То есть, вот как раньше было в циве. Первый город всегда Москва, второй город всегда Петербург, да. Третий, по-моему, Новгород. И по названию города можно было догадаться, сколько городов уже стоит. Теперь нифига. Теперь второй город может быть там вполне Ростовом внезапно. Потом третий город Екатеринбургом. Вообще без разницы. Много вопросов по поводу континентов. Так как у многих наций есть всякие бонусы, связанные с континентами. Так вот, это не значит, что вам надо обязательно плыть. Или если вы играете на карте Пангея, то эти бонусы на континенты не будут работать. Нет. Тут сделали так, что континенты это теперь типа частей света, как в реальной жизни. Вот, например, у нас же Европа, Азия, Африка. Они все соединены между собой по-хорошему. Но это разные части света. Так вот, и в Циве теперь, видимо, рандомом, например, вы играете на Пангея, и при создании карты игра как-то автоматически делит эту Пангею на части света, которые в игре называются континентами. Так что даже при игре на Пангеи у вас будут разные континенты. По-моему, это интересная такая механика. Показали в одном из видео, что теперь карту можно ворочать на 360 градусов. Но я не думаю, что это важная для пошаговой стратегии возможность. Меня больше волнует, чтобы была какая-нибудь кнопка, чтобы я мог поворочить камеру, например, и вернуть все назад. То есть так, чтобы у меня вид на карту был таким же обычным. Как и до этого, чтобы не потеряться вообще, что я тут навертел. Ну, добавили и добавили. Почему-то очень многих эта функция очень порадовала. Я не знаю, по-моему, для пошаговой стратегии как раз вертеть камеру мало, когда нужно. Чудеса природы будут не только на одну или на две клетки, как вот в пятой Циве был барьерный риф, но еще больше. То есть там будут чудеса природы аж на несколько клеток. Добавилось, анонсировано много уже наций. И судя по лидерам, которые там нам показали, Фераксис пытается игру как-то разнообразить новыми лидерами. И пока не очень понятно с Грецией, она хоть и не анонсирована, но в видео было видно, что у Греции есть два лидера. Один Перикл и другая Горго, то есть лидерша. И вроде как говорят, что это будет уникальная способность Греции, но пока ничего не понятно. Возможно, у некоторых наций будет несколько лидеров. Их можно будет менять в разных играх. И вполне возможно, что будут выпускать такие дополнения, которые будут добавлять лидеров к нациям. Опять же, останавливаться на уникальных каких-то способностях лидеров наций, их уникальных улучшениях, изданиях, мне кажется, сейчас не стоит. Надо уже дождаться выхода игры. Вы все это опять же можете перейти на сайт и почитать все эти особенности, посравнивать. Я же просто пытаюсь рассказывать о уникальных особенностях именно шестой цивы. Но еще можно отметить разные города-государства. Опять же, есть табличка на сайте, переходите, смотрите. Но теперь города-государства дают совершенно разные бонусы. То есть религиозная лавента отличается от религиозного Иерусалима. У каждого есть, конечно, одинаковый бонус. То есть, например, религиозные города с одним посланником будут давать две веры в столицу. Три посланника в городе — это две веры в каждом религиозном районе. И шесть посланников — еще две веры в каждом религиозном районе. Ну, опять же, механика городов-государств изменилась, я об этом в первом видео рассказывал Так вот, при этом и Иерусалим, когда он станет вашим союзником, автоматически преобразуется в религию, которую вы основали и начнет оказывать давление как святой город, то есть очень неплохо А вот Лавента, если станет вашим союзником, то ваши строители смогут строить улучшение Большие Головы, ну вот как эти Муай у Полинезии было То есть становиться союзником городов-государств стало довольно выгодно Вот, например, Лиссабон, если он ваш союзник, то ваши торговые караваны невозможно разграбить на водных клетках По-моему, офигенный бонус, то надоело уже от варваров отбиваться Ну и так далее Еще раз прошу заходить на мой сайт, почитать там подробности, ну а на этом все Думаю, через месяц еще что-нибудь новенького про шестую циву расскажу Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно И поможет распространиться моему видео Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях Или просто сообщите вашим друзьям Спасибо, что доставили до конца Удачи и играйте в умные игры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok